В эфире телекомпании «Город» ежедневный выпуск информационно-аналитической программы «Время говорить». Здравствуйте! Сегодня, как и всегда, наши журналисты расскажут о самых важных событиях, которые произошли в нашем городе. Коротко о главных новостях. В Рязани прошли мероприятия, посвященные годовщине ключевого сражения в Великой Отечественной войне – битве на Курской дуге. Дороги в Рязанской области стали делать качественнее благодаря дорожным фондам. Как я провел это лето, в Рязани подвели итоги работы детских лагерей. 23 августа Россия отмечает День разгрома фашистских войск советскими на Курской дуге летом 1943 года. Это сражение стало переломным этапом Великой Отечественной войны. Курская битва стала одной из самых продолжительных в истории. Она длилась 49 дней с 5 июля по 23 августа. В битве на Огненной дуге участвовало с обеих сторон около 2,5 миллионов солдат. На Курской дуге состоялось крупнейшее в истории танковое сражение. Под селом Прохоровка 12 июля во встречном бою сошлись 850 советских танков и 700 танков вермахта. Свидетели этих событий сегодня пришли на Площадь Победы, чтобы возложить цветы к Вечному огню в память о своих сослуживцах. В понедельник в Рязани прошли памятные мероприятия, посвященные 72-й годовщине со дня окончания Курской битвы. На сегодняшний день в Рязанской области проживает 2331 участник Великой Отечественной войны. Из них 63 человека принимали участие в Курской битве. По своему ожесточению и упорству Курская битва не имела себе равных. Победа на Курской дуге стала переломным моментом в ходе Великой Отечественной войны. Она досталась дорогой ценой. Было убито и ранено около 900 тысяч человек. И было такое впечатление, как это было не 72 года назад, а как будто это было буквально вчера-позавчера. Я запомнил зверства немецких войск, которые они произвели в городе Орел. После торжественных речей была объявлена минута молчания. Затем подразделение ВДВ произвело пять залпов из главного оружия в честь павших и живых героев, их жен и матерей, всего советского народа. Когда мы вступали в город Орел, мы шли по мосту через реку Ака. И там по обе стороны моста лежали обнаженные наши девушки и женщины. И вот когда мы, молодые парни, все это увидели, У нас такое возникло желание сражаться, бить этих зверей. Они хотели нас запугать этими страшными натуральными картинами. Но они воспитали в нас ненависть и желание драться и разгромить эту гадину фашистскую Германию. Цветы к вечному огню возложили ветераны Великой Отечественной войны, школьники и горожане. Праздник продолжился в концертном зале Муниципального культурного центра. Для ветеранов творческие коллективы МКЦ исполнили песни военных лет. К другим новостям. В свете последних событий наша редакция не смогла обойти стороной тему заболеваемости туберкулезом в нашем регионе. Напомним, в начале августа в селе Ижевское Рязанской области в детском саду Светлячок у нянечки был обнаружен туберкулез. Глеб Галушкин выяснял, какие профилактические работы сейчас ведутся Минздравом и часто ли сами граждане проходят процедуру флюорографии. Еще не так давно туберкулез считался сугубо социальным заболеванием. То есть были подвержены этой серьезной инфекции прежде всего люди, ведущие неправильные с общественной точки зрения образ жизни. Однако за последние годы случаи заболеваемости туберкулезом стали выявляться и во вполне благополучных семьях. Группы риска, как говорят медики, стали довольно различными. Единственный способ обнаружить болезнь – проходить регулярную диспансеризацию, как это в обязательном порядке делают работники некоторых предприятий. Пещерики, работники детских образовательных учреждений, медицинские работники, работники водоканала и бытового обслуживания, то есть там, где имеется большой контакт с людьми. Вот им ежегодно проходят, они проходят флюорографию. На усиленном контроле у рязанских врачей стоит еще одна группа риска – это трудовые мигранты. На их счету каждый десятый случай заболевания. Приезжие в обязательном порядке проходят медицинские осмотры, в том числе и в противотуберкулезном диспансере. Мы не принимаем их документы, они могут нам даже представить данные флюорографии с той территории, откуда они прибывают. Мы не принимаем этих документов, они обследований должны пройти только у нас. А потом, в последующем, один раз в год, все иностранные граждане должны проходить обследование. А если по результатам обследования у мигранта обнаруживается туберкулез, то его оперативно депортируют на родину и затем заносят фамилию в список нежелательных к пребыванию в России граждан. Надо отметить, что флюорографическая служба сейчас находится на высоком уровне. В районы области выезжает так называемый автопоезд с дороги. И жители небольших населенных пунктов проходят в том числе и обследование организма на туберкулез. Кстати, и жители областного центра, за рядким исключением, считают важным делать снимки своей бронхолегочной системы. Как давно вы проходили медицинские осмотры и делали флюорографию? Я проходила диспансеризацию где-то, не знаю, в марте что ли. Или февраль, или март. Ну а регулярно делаете? Все, все, все. Иначе не выпишут бесплатный инсулин. Врач-терапевт нам заставляет делать, когда флюорографию напоминает. Ну я в год раз всегда делаю. Недавно, потому что я с Владимира, и подходила, как это называется, диспансеризация, все. Согласно статистике, уровень заболеваемости туберкулезом в Рязанской области неуклонно снижается. За последние годы достигнуты очень хорошие показатели. Заболеваемость почти в два раза за последние годы снизилась, потому что выявляли когда-то, ну лет 10 назад, там около тысячи больных. Теперь выявляем мы чуть больше 600, а из них наших жителей всего чуть больше 400 человек. В общем, главное в предотвращении туберкулеза – это регулярные медосмотры и здоровый образ жизни. Ведь, как говорили древние, болезнь легче предупредить, чем лечить. То есть надо ответственно относиться к общеизвестным правилам. Зампредправительства Рязанской области Шукат Ахметов заявил, что благодаря дорожным фондам ситуация с финансированием и планированием дорожно-ремонтных работ стабилизировалась. Дорожный фонд Рязанской области за счет средств, в которого производится содержание, а также все ремонтные и дорожно-строительные работы на региональных и муниципальных дорогах общего пользования в текущем году сложился в объеме 3 миллиардов 600 миллионов рублей, что в целом соответствует уровню прошлого года. При этом общая протяженность зарегистрированных местных автомобильных дорог увеличилась с 2000 километров в 2014 году до 7000 километров в году текущем. В Рязани обсудили текущие вопросы развития дорожной отрасли. С журналистами общался заместитель председателя регионального правительства Шукат Ахметов. 3 миллиарда 600 миллионов рублей. Именно столько в итоге потратят на ремонт и содержание региональных и муниципальных дорог в этом году. В целом сумма соответствует уровню прошлого года. Несмотря на то, что работы начали позже обычного, закончит их в срок. Самый сложный объект для нас, это, конечно, капитальный ремонт моста через реку Павловка на Московском шоссе. Вот сегодня только утром я совместно с строителями проводил совещание, смотрели, как ведутся работы. И сегодня еще раз могу с уверенностью сказать, что до 1 сентября движение по всей ширине моста будет открыто. Также в ближайшее время будет открыта развязка на 184-м километре трассы М-5. Транспортный узел у села Шумыш в ноябре обведен в эксплуатацию обход сел Килиц и Сушки. В текущем году мы приступим к строительству транспортной развязки на пересечении улицы Михайловской шоссе и федеральной дороги. По завершению строительства этой транспортной развязки уже будем переходить к строительству транспортной развязки на пересечении Ряжского шоссе и федеральной трассы. Система контроля за результатами и качеством выполненного ремонта уже практически полностью исключает случаи халтурного отношения со стороны подрядчиков. Этому способствуют и пятилетние гарантийные обязательства. А между тем, несмотря на, казалось бы, положительную динамику в дорожном хозяйстве, проблемные точки в нашем городе по-прежнему остаются. Говорить о ямах на периферийных улицах Рязани можно до бесконечности. И в центре города дороги оставляют желать лучшего. Вспомнить хотя бы майский инцидент на площади Победы, когда посередине проезжей части в самый час пик под землю провалился солидный кусок асфальта. Сегодня небольшой участок дороги на улице Вокзальной в районе вокзала Рязани-1 просел так же, как тогда, на Победе, перед тем, как обвалиться. Ждет ли его та же участь? Хочется верить, что все-таки до этого не дойдет. И участок будет отремонтирован заблаговременно. Конечно, такие проблемные точки ни в коем случае не должны оставаться без внимания. К другим темам. До начала учебного года осталось всего ничего. Вариантов провести лето у детей сегодня немало. Кого-то родители отправили в деревню к бабушке, кто-то путешествовал с семьей, кто-то остался в пыльном городе. Наиболее оптимальным вариантом для проведения детского досуга, несомненно, является поездка в лагерь. Новые друзья, буря эмоций, веселые развлечения. Память об этом останется с ребятами надолго. В Рязани, кстати, подвели итоги работы летних лагерей. Через неделю завершатся заключительные смены в детских оздоровительных лагерях Рязанской области. Уже вскоре ребят ожидают интенсивной подготовки к предстоящей сентябрьской линейке, а затем и школьные уроки за партой. В этом году в лагерях и санаториях, по данным регионального министерства здравоохранения, отдохнуло около 29 тысяч мальчишек и девчонок. То есть почти на тысячу детей больше, чем годом ранее. Лагеря, и это уже традиционно, предлагали смены довольно разнообразных профилей – спортивного, экологического или трудового. Помимо загородных оздоровительных учреждений, буквально в каждой рязанской школе работал Центр дневного пребывания детей. В таких пришкольных лагерях отдохнули около 4,5 тысячи ребят. Особое внимание в организации летнего отдыха было уделено детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. 5,5 тысяч детей из этой категории имели возможность провести лето либо в лагерях стационарных здесь у нас в Рязани. Часть из этих детей отдыхали за пределами нашей области, в том числе на Черноморском побережье. 15 воспитанников школы-интерната для детей-сирот отдохнули в Италии и Испании. То есть вот самые разнообразные были моменты. Для детей из неблагополучных семей, подростков с девиантным поведением, у нас организованы были специализированные смены. Важным моментом в проведении летней оздоровительной кампании стала безопасность детей и подростков. Слава Богу, в этом сезоне у нас не было этого. Наверное, это результат той большой работы, которая проводилась различными ведомствами, от которых зависит и безопасность детей, как в организационном плане, так и в плане их безопасности по питанию, по нравственной безопасности в том числе. У нас были проведены своевременные и качественная подготовка лагерей к этому оздоровительному сезону. Я имею в виду обработка против клеща. Не было зафиксировано у нас ни одного случая присасывания клеща на территории лагеря. Полные итоги летнего отдыха чиновники подведут лишь в середине сентября. Однако уже сейчас основное направление работы на будущий год – увеличение числа отдохнувших в лагерях рязанских ребятишек. На сегодня это все новости. Дали в эфире телекомпании «Город» программа подробностей. Гостем нашей студии на этот раз стал Михаил Константинович Шелковенко – заслуженный художник Российской Федерации, автор и создатель герба Рязани. 22 августа отмечается День флага Российской Федерации – символа суверенитета и государственности. Речь пойдет о праздновании этого дня и об отношении гражданского общества к государственной символике. Программа «Время говорить» прощается с вами до завтра. Смотрите нас на «Рязанских кабельных». Всего доброго! Уважаемые жители города! Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии, в том числе предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40 20 40. 40 20 40. 40 20 40.